Продолжение следует... Достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто следил сегодня за событиями и знает, какое ключевое событие сегодня произошло в пятницу и это нужно было ждать целую неделю. Я уверен, что сейчас Миша скажет точно. В общем, целую неделю у нас были процентные ставки в выступление Трампа и под завершение недели понизили процентную ставку с 10 до 9,75 по Российской Федерации. Так что кредиты стали дешевле, соответственно, есть небольшой повод для роста фондового рынка. Собственно, чем ближе к нулю, тем лучше будет рост. Ну, в общем, Новая Зеландия не меняла процентную ставку и, в принципе, на следующей неделе нас ждет такая сводка событий. Так, сейчас у нас 30 марта GDP по USA и в тот же день, это четверг, Jobless Plainers. Ну, с ихней безработицей мы уже достаточно знакомы. Она пока особо с Трампом не меняется, наверное, только увеличивается. У них вообще там все данные пособия, кто не особо хочет трудиться, это надо все обеспечивать как-то. Ну, я уверен, что данные по безработице там абсолютно не объективны. По событиям действительно на следующей неделе небольшая активность, соответственно, будет более системная торговля. И, по идее, должна сохраняться динамика, которая на этой неделе укрепилась по разным рынкам соответствующая динамика. Ну, сегодня мы как раз и рассмотрим. Начнем с РТС. Вот, но перед тем, как начать РТС, либо, может, после России, давайте лучше после российского рынка, посмотрим, какая обстановка на фондовом рынке, в принципе, на планете за последний месяц, так как интересные движения происходили. Так, еще из важных событий на следующей неделе, это безработица в Германии, это пятница, также индексового климата по Германии, это понедельник, 27 марта, и запасы сырой нефти в среду вместе с индексом незавершенных продаж на рынке недвижимости, это USA. И в пятницу, 31 марта, закрывает недельку Канада со своим GDP и Британия. Так что пятница и четверг на следующей неделе будут более приемлемы для интересных молотельных движений, нестандартных. Первые половины недели системная торговля, так что вот достаточно для тех, кто системно торгует, это на самом деле такой очень неплохой период. Спокойный, взвешенный, системный. Итак, на следующей неделе еще хотел подчеркнуть, отсчитывается ФосАгро, Норильский ПИК, группа компании. Сори, я перепутал, Татнефть и Роснефть в понедельник, отсчитывается. Это я не в ту колонку посмотрел. Вот, по российскому рынку вот такие отчеты будут. ФосАгро, Татнефть и Роснефть. Интересно будет, я посматриваю просто за именно компанию Роснефть, за их развитием. Да и в принципе, неплохо они уже вышли в лидеры. Фактически, Газпром немножко уже в стороне оказывается. Ну, я по оценкам компании не супер профессиональный специалист. Там все эти обороты и так далее не взвешивал. Но, в принципе, динамика по ликвидности и отчеты достаточно интересно наблюдать. Так, ну, приступим. Итак, посмотрим последствия понижения процентной ставки. Сейчас мы видим котировку июньского контракта, который вот-вот только-только начался. Да, еще те, кто первые три места заняли по CME Eports, автоматом ваши логины уже добавили в бонусные подключения. К сожалению, не успел Рома всех оповестить, каждого. Так что на сайте есть в разделе блог, там, статья по рейтингу. Так что не удивляйтесь, если у вас прибавилось пакетное подключение. Просто забыли вы всех оповестить. Так, и вот так у нас выглядит котировочка на новом контракте. Возьмем сейчас более чистом виде, без лишних. Итак, настройка кластерного графика вы сейчас видите в таком ключе. До этого были в основном кластеры BDASK в сравнении. Сейчас вы видите сразу слева параметр объема. Мы сразу выделим ядро торговой сессии, то есть ключевые объемные уровни. А справа у нас идет срез по дельте. То есть у нас сразу двух зайцев убиваем. И можно, в принципе, сравнить, сколько ликвидности на ту или на другую дельту и в каком соотношении она прошла. Самая приятная часть недели, очень системно работал РТС, от ядра дня просто как по учебникам ходил. Первая сессия, сразу с этой же сессии ушли, с ядра, на 109 была достаточно неплохая дельта на Байрах. И затем следующий у нас тоже массив плотный. В районе 110, 500, 110, 900. Тоже сразу следующая сессия. Не задумываясь, ушли сразу наверх. И третья сессия. Чисто три дня ядра плясали. Ну и, естественно, вот эта сессия запачкала все сбросом стопиков. Вот они, кстати. Тут очевидно, четыре дня были какие-то покупки и резко идет сброс. И на следующий же день восстанавливается динамика. Единственное, что... Как-то уж тихо встретили... Не даваялась... Ну, напишите в поддержку, пусть проверят. Возможно, ошибочно какой-то логин, чтобы ошибок не было. Ну, в принципе, выгрузка рейтинга прям с трейд-с рейтинга происходила. Так, достаточно так тихо встретили снижение процента ставки. Либо не знают, что с этим делать. Либо идет... Ну, вот ликвидность прям не верится. Что вот под такие события похоже, что никто пока это все не использовал. Либо в понедельник будут грузиться, потому что переживают насчет выходных. Загрузить в пятницу, оставить весь этот котел на субботу-воскресенье. И потом ждать открытия в понедельник я, в принципе, тоже бы подождал. Вот, поэтому в понедельник будет вливание ключевое. Думаю, те, кто не заметил, что было снижение процента ставки за выходные, войдут в ритм. И в понедельник... Ну, где бы они ни талились, в любом случае, это будет отобразиться на фьючерсе в любом случае. Кто-то хенджирует, кто-то не доливает там. Ну, процесс взаимосвязанный и очень сложный. Поэтому в одной какой-то корзинке все будут грузить. Это в любом случае отобразится на артесе. Я думаю, что это связано с выходными. Я бы, допустим, так тоже не грузил. Видите, очень тихо встретили. То есть, какие-то сомнения есть. Ну, будут следить, скорее всего, возможно, какие-то события на выходных должны произойти. Мы этого не знаем. Ну, в понедельник смотрите, как будут утром встречать. Крупные участники появятся, либо не появятся. Если появятся, ну, вот с массивов утренних можно будет плясать по расширению. Ну, в принципе, в симбиозе с корреляцией на нефть. Так, вот берем ядро. Тут мы видим сразу порядка пяти сессий торговались. Суммарно набежала вот такая вот коридорина. И вторая, тоже немаловажная массивность. Мы ее берем вот таким образом заберем. Так, надо все выделять одним цветом. Ну, по привычке. Так, это у нас будет массив второй. Кстати, рекомендую, кто достаточно такую обширную сетку уровней выставляет и много линий, чтобы объединять диапазон, я себе вот такую линию ставлю между двух цен. Ну, совсем недавно начал ставить, чтобы, следив всего нашествия уровней, видеть, что коридор относится именно к этим двум линиям. Очень удобно. Визуально сразу находишь коридор, тот, который нужен. Вот. То есть, это у нас ядро и второй уровень 110-300. Это у нас три сессии плюс неплохой объем. То есть, в качестве поддержки можно попробовать уровень. И основные ликвидные сессии были у нас 21-го и 22-го. Причем, 22-го процентность перевеса была на 1,5% за байерами. Боярка 12-ти тонн. Не аномальная, конечно, ликвидка, но... Ну, в плане дельта. Первый вход байеров был 109 по... 108-700. Вот этот коридор очень плотненький. Совсем, видите, немного дельты. И прямо с этого плотненького массивчика ушла вторая вот загрузка. Уже более обширная. Тоже в качестве поддержки. Хватаем уровень... 109-700. 110-100. Плотный перидор на остальнюю байера. Ну, первый шаг по выходу из ЕС они, в принципе, уже сделали. Возврата уже... Обрат на дороге нет. Обрат на дороге нет. Оф. А что за... Я просто не в курсе. Вот это вот... Я думаю, этот выход из Евросоюза у Британии затянется на сотни лет. Еще в другой королеве передадут этот проблемный... И что изменится, если там в Шотландии не будет особо хотеть уходить, либо поменяет свое решение. В общем, на рынках это может сильно отразиться. Сливать Британию, я думаю, уже все слили, кто хотел. Нет, событие это важное. Я не спорил экономическое, но... Эти последствия, я думаю... Так, и сопротивление 112-600. Будем посматривать на коридорчик вот этого невъяснимого выброса сайлеров на максимуме недельки вот здесь. И добавили еще 23-го числа. Пятница пока аккуратненько его протестила и немножко вернулась обратно. Практически нулевая дельта с учетом роста с начала контракта. В принципе, могли 23-го скинуть позиции. Сейчас посмотрим под какому интересу, кто там открывается, кто закрывается. Ну, пока набирают. Это, естественно, для начала контракта. Массивных сбросов не было 23-го. Соответственно, вот дельта как раз. Давайте мы замеряем сейчас, чтобы точно быть уверенным, сколько у нас в ядре концентрируется непосредственно тех или иных участников. Так, ну, берем замер в районе ядра вот так где-то и включаем дельту. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Это у нас получается за 17-е по 24-е. Надеюсь, вам видно дополнительно вот этим. Вот здесь идет по 6-7 тонн на стороне байера. Это у нас чуть ниже 112-й. Потом идет такой диапазончик с 112-600 по 112-300. Тут у нас селлеры пока орудуют. И 6 тонн байера выбросили в районе 112-700 плюс-минус там. Собственно, пока цена держится между двумя вот этими выбросами байеров. И сопротивление, в принципе, как раз совпадает с тем, что мы выделили. Так, поле пивности. Все эти топ и процент нам в соотношении. Да, вот здесь больше всего процента перевес. Вот, идет по одной цене несколько дней подряд. В районе 111-й. 10% и 8%. Это немало. Это немало. Как видите, по сравнению с другими ценами, это просто выделяется на уран. Так что, внимание. На вот этот уровень его 3 дня заливали прогрессора на покупку. Даже удержали четверг, протестили. Так что, можно, в принципе, рассчитывать на вот этот уровень поддержки. Давайте его более точно выдалим сейчас, чтобы у вас был он. Вы его использовали. Ну, вот 110-900. Возьмем 111. И тут 3 дня плотно. И захватим, наверное, вот этот уровень. Возьмем еще 110-600. А теперь у нас объединяем эти две линии. Те, кто недавно волсеет, я выделяю всегда диапазон на уровне. Это из-за того, что фьючерсный рынок не резиновый. И пропускная способность, в принципе, не аномальная. То есть, она не может быть в априори неограниченной. Поэтому крупные вкидли объемов происходят в определенное время. То есть, какой-то процесс идет в диапазоне. И во времени пока разместить это все отображается не в одну церковь, а по диапазону. По акциям можно там кинуть сразу много и забыть. Так. Ну, в общем, VWP сейчас еще для позиционирования. И можем двигаться дальше. VWP поставим. Так. Ну, понятно. Пока вот держится выше VWP это как раз за вот эти пять сессий. Он у нас идет в районе 111-600. Тут соответственно и поддержка. Нижняя граница основного ядра и дополнительное тут сразу могут протестить. Конечно, если будет рост и нефть будет благосклонна и все будет тип-топ, то в принципе, как сценарий могут протестить вот этот локейшн, уже всех сбросить. могут даже до сбора стопорей еще раз пройтись и потом наверх. Это если у нас намечаются покупки по дельте. По сути, как бы открываются позиции, но прям агрессора активного по индексу там. Так, ну и теперь рубль. и рубль. такая же самая схема кластеров объем слева справа дельта сразу видим ядро и сразу видим распределение весеров по диапазону схожая динамика зеркально конечно четыре сессии единственное что четвертая сессия на рубля вот в таком ключе произошла обязательно сходили за теми кто 20 зашел на бай с ним с ними раз разобрались вот тут такой массивчик сразу сформировали на это стоит выделить вот эти стопори ну и соответственно дельта поэтому 0 и как ошпаренный сразу ушли на 58 800 тут две сессии де-факто вот коридор проторгованный байерами и следующая сессия 14 процента динамика и видим вот такой вот маневр у нас сейчас ядро в районе 59 плюс минус там 58 500 давайте возьмем спросим у тебя 30 процентное а вот у нас 30 процентов отсветились вот как раз и настройки такие будут хорошо помогать тем кто еще не разобрался как правильно ядро периодов выделять это на такой совет на будущее если не знаете как выделить игрок включите режим теперь поставьте не 70 процентов так как это для временных распределений по маркет профайл а примерно 30 либо 50 ну 30 это конкретно уже такая плотная часть ну и вот если вы все правильно сделали то теперь его 30 обычно выделяют вот эти вот самые ядовитые диапазоны по объему так здесь произошла некая такая защита коридора вот мы видим разгон сейлерами и повторный коррекционный момент здесь же чуть-чуть не дотянули опять выбрасывают неплохо объем по ликвидности сессия самая топовая на этой июньской контракте давайте выделим этот коридор тоже собственно ядро дня видите как четко выделим тпо и здесь второй их объединяем так как они принципе оба нужны но чтобы много линий не на вешивать на котировку я в принципе стараюсь объединять такие уровни тем более они защита то есть однонаправленно сработаны этот объем выбросил толку вниз и это тоже то есть однополярный так раз у нас тут пунктирую и здесь мы тоже поставим такую далее плотненько 3 сессии поработали как раз создали ядро ну тут фактически два ядра так как здесь быстро набросали за две сессии а здесь порядком трех сессии стояли я уверен что вот это второе ядро оно даже важнее так как там мало времени тратили на такой объем но ключевой все равно учитываем 58 460 по 58 780 это ядро его мониторим и ориентируемся относительно него как экватор то есть зона вайров выше должна быть активность их должна восстановиться если на покупку смотрите на репаре если продолжение нисходящей динамики любые коррекционные моменты самое главное чтобы не ушли выше этого коридорчиком смотрим что у нас тут происходит по итогу неделю мы фактически на полу минимум расширяем 1 58 140 уже там 58 тесили да было было делом ставим сюда контрольную точку их 36 процента целеров тут такой плотненький коридор за продавцами здесь также боев видите не особо густо и прям адски всех контролировали вот конкретно целую сессию жестко стояли селлеры на своем топовая сессия 37 оборота на секундочку почти 38 сейчас заглянем на спот так что три сессии больше миллион больше трех миллионов обороте ус это у нас двадцать первое двадцать второе и старт контракта 16 пятница 2 и 2 и 2 риквидность но дельта здесь 3 6 процентном соотношении сейчас смотрим открытый интерес плавненько аккуратненько заходят пик пока по открытому интересу как раз на пятницу пришелся особо удивляться тут нечему потихонечку заходят люди и 81 тонна причем это не топ 118 было 16 числа дельта и второй день у нас лидирует селлеры в общем коридор на сопротивление можно маркировать ядро с маркером сопротивляемся совпадает просто сидом чтобы много линии не ставить мы здесь соответственно пометку просто сделан для себя не будем учитывать так теперь у нас еще бы выделил вот этот коридор отдельно массив вернее ядро пятницы и тут бесспорно можно видеть что там агрессоры на продажу фактически если закроются на минимуме ну по сценариям ждем возобновление агрессии со стороны селлера если не пустят селлеры байеров толкнуть даже выше вот этого уровня ну де-факто 58 240 вот то есть будут контролировать цену и не пустят выше 58 200 то шансы на продолжение за 58 есть еще уровень отметим 58 400 тут крайне так назовели ну и весь коридор от 58 600 до 58 750 это вот совпал с ядром так смотрим спот в смысле открытый интерес вот ммвб колёк что вы имели ввиду лирики это но физики и реки этих так и смотрим на этом же периоде что у нас происходит с под активностью начнем с ликвидности так тут явно надо фильтры повыше поставить ставим полмиллиона и 700 тонн так 5 миллионов 22 числа мы видели больше и вот 16 идентична по ликвидности то есть похоже что в эти дни что на рубле это заметно что на споте действовали ребята с таким же одинаковым оборотом и объемом поэтому как минимум достоин внимания этот уровень и пока оба раза они диктовали условия такого ранга ну вернее направлением я поставлю условно сопротивление только по расширению собственно значит дельта было почти полмиллиона 22 числа сейчас пока уже ушла на 185 были накануне 15-16 числа у нас периоды когда дельта достигала даже отрицательного уровня и коридора этого события обязательно стоит взять на заметочку пригодится обязательно такие уровни нельзя упускать так у нас есть и хватаем поставили так тут у нас отличились ребята здесь незаметно причем обратите внимание хоть дельта и соответствующая но каждый день какую-то цену но они вот я отметил там где были сильные дисбалансы со стороны селера раз два три четыре дня подряд тут засветились и практически каждый день они есть по поводу открытого интереса так вот узнать как как бы этот фит нам получить я думаю что не помешает хоть форс и так транслирует онлайн открытый интерес это огромный плюс огромный плюс для анализа так 57,9 58,1 и 58,7 59 это сопротивление по текущему периоду давайте возьмем сравнение с прошлым контрактом ну периодом в каталом не все от меня зависит у меня очень много идей и тоже они стоят пока в режиме в своей очереди просто уже спасибо что напомнили совсем вылетел из головы про этих физиков юриков забывая забываем я сейчас даже запишу ну пригодится точно интересная информация я думаю хорошие закономерности найти можно там и лазейки как-то использовать значит обратите внимание на сколько были активные такие вот партизаны в районе 60 60 с половиной ну нельзя сказать что прям идентичная активность но ежедневно не не филонят в общем есть тут активность селеров и уровни отмечены вот здесь также надо было взять отметить вот эти ребят и 57,5 57,6 на всякий случай тоже заплатите вдруг даже туда не пустят котировочку и это можно использовать в качестве тактического ориентира до если точно брать 60 25 вот весь этот коридор более плотного вот сеть 975 это все берем в качестве интересного уровня да не только интересного тут конкретно таялись и защищали 61 так а вот этот нам надо убрать с вот этими полосками правда легче ориентироваться какой диапазон какой линии соответствует даже если одного цвета согласитесь в принципе я тут разнобой бросаю но если их там в одной координате ставить то очень быстро можно ориентироваться какие линии кому диапазон относятся попробуйте я недавно начал так экспериментировать в принципе очень удобно если будете палочек не было то уже тратишь время на какие-то простые вещи как какой диапазон кому принадлежит и чья линия чья то есть что мне тратить вот теперь понятно что это один диапазон это второй в общем советую сам попробовал и объем у нас на 59 по 59 с половиной можно смело хватать этот уровень качестве ядра но не забываем про супер активность на 58 ровно тут очень очень ювелирно размещается крупный объем причем быстро давайте посмотрим когда это произошло ну собственно последняя активность вся на это и работает вот эти две сессии они плюс есть аккумулятивный процесс тут очень быстро разместили сейчас мы сделаем вот какой маневр если есть сомнения в уровне то просто берете вот так ставите вот у нас ликвидность до второго числа без вот этих двух сессий я график до второго числа подгрузил видите какая активность ну есть но не аномальная то есть и вот у нас появляется третье число ничего так пора уже дальше идти и вот десятое число сейчас я заканчиваю со спотом и на снп приходите ну тут я думаю не стоит продолжать это набросали за вот эти две сессии очень быстро и очень объемно поэтому внимание не забывайте 57 ну фактически 58 58 20 10 копеек аккуратненько точно по одной цене стреляли там прям нельзя не заметить это вот такая у нас ситуация по спот так что ждем отметки 56 и 5 контрольная точка тут психологически важный уровень тут локальная точка минимума могут там корректироваться относительно нее но главное чтобы вот этот коридор очки не посмели пройти так смп а и это и и и и и кто не против чтобы еще добавить в обзор сбербанк там газпром нефть либо еще какие-то акции фондового рынка под видео на ютюбе там прям в комментариях оставьте пожелания в любовь какую акцию принципе можно на самом деле нужно индексов то есть торговать и не анализировать акции там вроде как не хватает чего там так это что у нас и сын ты такой так настройки странно и лимит волюм красный сейчас я поменяю цвет слишком бросается как бы накладывается кучу красного ничего не понятно так будет более приятнее и сейчас модель то тоже настроим корректировать дистограмму можно вот таким образом объем настроим 200 вы уж простите что приходится там настройки делать оперативно ну так 2 миллиона 600 это 21 числа оборотик и миллион восемьсот двадцать второго склейка с прошлым контрактом для сравнения это для оценки как часто такие обороты проходят на смп значит вот разделитель контрактов тут у нас идет март вот его период и тут начинается июньский контракт вот он свеженький молодой так вот по сравнению по ликвидности с прошлым контрактом это гистограмма снизу ликвидности очень огромное внимание необходимо уделить вот этой торговой сессии миллион шестьсот против двух миллион семьсот миллион восемьсот то есть ну вот фильтр стоит миллион семьсот здесь здесь повторят подряд в миллион восемьсот прошло сразу же вот и как-то все вроде неплохо они начали но тут же закончили 50 тонн дельта обороты крупная дельта не самое так и смотрим ответ интерес выходят потихонечку уже в рабочий режим но они вышли еще в начале недели вот потихоньку прибавляют единственное что вот был перепад 2 миллиона восемьсот шестьсот три тонны и сети незначительные но не нельзя сказать что здесь какой-то огромный прирост идет по сути как бы очень очень медленно и похоже что осторожно сейчас мы уберем лишние линии то есть ждут какой-то триггер я думаю что скоро мы его увидим так ядро нового контракта два три шесть восемь два три семь семь этим цветом те кто недавно присоединились я по традиции по привычке выделяем ядро недели ядро контракта то есть у каждого цвета своя функция назначения это почему так чтобы быстро ориентироваться и не тратить время на понимание где что за уровень то есть фиолетовый цвет это важная контрольная массивы ядра так сказать так дельта 50 тонн потом 23 25 ну в общем вся неделя была на вот такой вот дельте вот здесь крайне интересная активность очень подозрительно плане три дня стоят на одной цене и ну вот вроде начали неплохо и сразу успокоились похоже что кто-то подхватывает и со стороны байеров и вот идет пока обоюдная активность и те и те вроде тянут перетягивание каната собственно сейчас мы до 49 и по 40 вот массив у нас пока болтается прямо массиве что самое неприятное что в током до конца недели они не решились кто будет цену то контролировать да и сессии идут достаточно такие коварненькие сейчас вам покажу как выглядит смп на неделе даже одну сессию я себе заскриншотил на память вот эта сессия на шортах было ну и понятно до загрузка целев массивы значит все четвертую все-таки отстояли и ну вот сессия это просто чудо какое-то не сессия я выражение такое рисунок торгового дня либо схема расторговки торговой сессии здесь понятно там открылись сходили с топори выбросили всем целером протестили 55 и быстренько как видите вернулись на исходную даже закрыли вроде ниже открытие а что это такое ну прям не знаю как это назвать как модель просто что-то очень некрасивое здесь тоже как бы тех тех сбросили тут две команды сбрасывали и байеров селеров тут все все ясно но это сессия пятница просто чудо какое-то вот ядро недели выделяем 48 45 дополнительный уровень вот этот для тех кто нацелен на шорты этот уровень обязательно должны пробить и если его не пробивают сценарий на продажу уже под вопросом опасной ситуации если не пробит так и доп уровень вот этот мы сейчас имеем собственно его участь 40 как 39 с половиной по 41 мы его поставим в качестве поддержки специально чтобы не забывать что там энное количество раз формировали тестировали защищали котировочку вот я думаю обязательно посматривайте за уровнем еще один подход чем чаще подходит к уровню тем вероятнее что его все-таки продают поэтому какой уровень чаще чаще атакуют тот принципе уже под вопросом берем сопротивление станем все четыре причем я не буду выделять это как коридор так как это точечные активности просто по разным ценам будет немножко неверно можно поставить коридор в принципе но лучше отдельной по отдельности эти цены мониторить это вот на понедельник вторинг среду точно уровне вам на заметку три троечки тут контрольная точка ни азия ни европа не посмело пойти ниже есть такие уровни которые обходят даже кто помнит падение 2008 кто кто наблюдал в этот момент торги онлайн падение закончилось обвала вот этого кризис когда были в штатах там один банк потом спасали 900 миллиардов если не ошибаюсь выделила государство для спасения финансовой махины это прям как как-то американцы восприняли нормальным то есть банк который их грабил еще и спасают за счет денег на налогоплательщиков рост до 25 2 0 тут ребята написали ну тут принципе недалеко пока у трампа будет все получаться я пока не знаю как это оценивать как у него там получается ну точно до конца до конца весны он будет ездить со всеми президентами встречаться договариваться там какие-то отношениях если вы все все как у них там расписано будет тип-топ то вполне может быть и продолжение ростом ну процентную ставку как только повысит я думаю что начнется сброс сброс если у марте не начался то перед летом перед летом ну я бы точно скинул очень хороший пакет на фондовом потому что лето это не самое лучшее время для бизнеса для крупного ну в принципе не бизнес сезон но след тем более то есть обороты немножко могут меньше будет динамика похуже и так далее то есть чаще я бы сбросил точно перед перед летом евро немножко затянули надо по-быстрому сейчас еврик активность в основном пока на новом контракте за селлерами вот можно рассчитать по кумулятивной дельте у нас пока лидируют именно они топовая сессия 15 230 оборот и 230 оборот было 21 так по открытому интересу видите даже сбрасывают периодически здесь не существенно но 403 402 вот пока вот вот эти три сессии они не нет прироста по открытому интересу то есть немножко сбросили и пока стоят в ожидании судя по всему вот тоже про что вы писали там выход из еврозоны это шотландия похоже что они ждут какого-то результата и тогда уже будут вкидывать позиции ну конечно вкидывать в валютный 0 675 поддержки берем там хоть и раз был по позициям дельта у нас или или душа в теле 76 а вот можно взять ну по сути тут ничего такого так 75 я переборщил тут 0 68 ядро на максимуме этой активности вот эти четыре сессии по сути кто будет расширять конкретный этот диапазон то есть не тестировать там прокалывать а вот существенно расширять это где-то линия вода так и вот здесь еще две сессии пытались поддерживать но я не особо бы на него полагался он крайне так не 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 ярко выражен этот уровень причем даже одна линия тут будет стоять 76 потом отдельно 0 785 и уровень поддержки здесь пока у нас вот такой вот уровень трамп я вообще как-то не особо даже не интересно что он вообще не интересно что он там делает так дальше идем так а вот на фунте идет как раз просто выйти я надеюсь вам видно открытный интерес если нет то я просто вот вам покажу не ну трамп он понятно надо же как-то представлять америку не я вот только слежу чтобы он не учредил никакой войны там с кем-нибудь мексиканцами либо еще с кем-нибудь просто чтобы было все тихо спокойно на планете это значит что выходят из позиции к это вот особенно вот массовый выход видите как падает как интерес но это срез по текущему контракту сейчас можем посмотреть по сравнению с прошлым как активность была фиксирует на уровнем где четыре дня стояла фунт вы уже писали в чате что там какие-то события шотландии намечаются вот перед событиями похоже что скинули позиции перегну выжбит во избежание рисков как говорить на биржевых каналах рост так смотрим по сравнению с прошлым контрактом активность даже повышенная в принципе но в любом случае вот здесь идет сбросивус у нас была такая вот динамика неплохая уровень все таки 265 22 судя по всему мы видим его два раза даже защитили и сбросить перед вот этими кошмарами про которые вы писали про шотландию это в принципе тут все пока на своих местах поэтому тут дельта должна регулировать на стороне селера вот видите как прям вроде как воду смотрел как она ведь не воду смотрел а как волфик смотрел все у меня уже голосил так вот и что мы отметим на этом движении сейчас по-быстрому захватим важный уровень значит более точно сейчас поставлю здесь поддержку 216 218 потом отличились ребята здесь и тут чисто идет сброс а де-факту как бы этот массив использовать как опорную точку для открытия позиции не рекомендую потому что тут закрыли люди сделки и ждут просто каких-то новых событий защищать этот тур некому потому что там никто деньги не оставил как только начнут опять заходить открытие было вот здесь хорошее тут прям инертно тормозили маркет очень интересный уровень чисто понаблюдайте вот 2320 если будет коррекция вот с 250 с этим уровнем могут все таки снова вот именно здесь проявить активность байеры 5 дней подряд идет затарка вот перед вот этим ростом 5 дней подряд это уже был в крайнем случае вот здесь так золото будет dx быстренько посмотрим так как время у нас мало и так уже за рамки вышли обычно просят чтобы не больше часа был обзор и где-то заговоришься и все причем это по каждому инструменту мы на самом деле очень быстро что ртс быстро рассматривается более детально можно один инструмент даже пару часиков сидеть и рассматривать в конце недели фондовые посмотреть в сравнении с нефтяным и потом уже можно оценки делать так что это мы еще причем ну поверхностного уровня выделяем интерес у нас так ну по крайней мере не падает а вот у нас объем падает отлично значит при вот таком ликвиде на покупку точно становиться не рекомендую для того чтобы тут пошел рост нужно немножко ликвидности чтобы контролировать агрессию селлеров то есть ну противовес на покупку всегда нужно чуть больше объема чтобы формировался рост а вот тут падает ликвидка ну похоже что фиксируются вот те которые здесь зафиксировались они уже тут не принимают участие соответственно падает оборот ликвидностью появится ликвидность дойдут до отметки 30 хотя бы тонн форме дельта дельта соответственно раз два и уже нулевая топовая аж четыре тонны и водитатуры нужно отметить тут кто-то лимит испортил надо поставить полторожечку понятно 05 поставить так ну тоже похоже в ожидании вся валютная братья тут у нас четыре сессии стоит в коридоре и диапазон этого ядра 99.45 по 99.65 пока вот реагирует на него но дельта 33 контракта за байерами перевес нулевой возможно тут и остановят свою активность байеры ну просто даже дельты нет ни ликвидности ни дельты поэтому далеко вот этот мат ожидания этого движения вот здесь или здесь можно даже спекулятивно пощупать на на шорт попросту даже не стоит ждать далекого движения если резко зайдет крупный участник то могут конечно расширить но пока с такой ликвидностью они далеко не выйдут значит ядро в первом уровне важное сопротивление промежуточные ну и по сути шорты были в основном на этой сессии 600 вот 600 у нас и 300 тут штука здесь полторы тонны на северах вот они у нас никуда не спрячутся ну ну в общем-то больше таких аномальных прям выборцев и не было бренд верни CL я не против общаться и два часа но уже горло садится так что а это CL открыт интерес у нас набираем обороты и удалим в том числе не значит вся неделя пришлась ударно 21 22 вот хороший такой набор был позиции и ну по сути вот весь этот участок интересно вот эта площадка здесь очень плотненько и очень аккуратненько разместили ликвиточку именно разместили потому что открыт интерес ну не падает то есть это не фиксация а именно размещение поэтому мы посмотрим сейчас еще объемчик а тыж объем падает да что ж такое ну это плохо получается открыт интерес особо не вырос правильно да что 25 632 оборот падает странненько ну в общем для роста это не очень пока на руку такие смещение объемом значит по сопротивлению 48.3 48.15 тут три сессии подряд стоят вот заметно вот 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 первое отличие что просто начали так и по байерам возьмем сейчас скелл цвета посмотрим как там в принципе дельта себя чувствует да есть 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 вот они эти уровни 48 с копеечками 47.95 если смогут удержать то рост убыть и вот 22 числа вот здесь очень объемненько две сессии даже послушались не пошли ниже 47.65 47.6 это вот обязательно нужно выделить сквелец дисбаланса и две сессии как по линеечку прям не смели пойти ниже вот достаточно интересная реверсивная модель и прям объем падает ну вот что ж такое очень подозрительно вроде как собрались куда-то и потом давайте присядем на дорожку вот не нравится вот перед выходными решили особо видимо не ну еще торгуется сессия могут выйти на уровень хотя бы если на этот уровень выйдут еще терпимо основная площадка 47.5 47.85 толкнут до закрытия цену выше 48 можно будет этот уровень посматривать в плане как поддержка на неделе реверсивная сессия 47.6 47.65 тут пришлась самая основная часть дисбаланса открытый интерес не падает потихонечку растет ликвидность ликвидность единственная немножко под упалом 48.15 48.3 первый диапазон сопротивления потом идем на на 7.95 и золото так вот у нас золото подгружаемся и сейчас 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 отлично удержались здесь нет отключения так двушку поставим двушку поставим так по активности последней на этой неделе у нас прям по отношению к прошлому контракту но уж очень поменялась активность встречаемся опять на тех же уровнях где работали селлеры еще в феврале вот и вот они опять проявили свою активность по открытому интересу в сравнении даже с сейчас включу склейку sorry вот сейчас склейка будет точно 296 вот пик был 26 сейчас 157 170 было 159 давайте поставим цвет вот 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 такая активность идет экспирация ну в общем уровень как видите опять тоже по целлером сейчас на объеме объем не упал особо в сравнении среднем по ликвидности 200 тонн и по дельте у нас фигурирует просто весь рост красная дельта ну на целлерах 6 тонн дельта была десятого отличилась 4 тонны 15 и еще 2 хватило чтобы толкнуть выше это 1375 и потом пошли целлеры и 8500 ну грубо говоря активность не самая на рост да и в принципе после такого движения затяжного пора бы откорректироваться сколько у них тут массив 1 1200 потом ушли снова массивы и вот это уже третий массив с учетом того что с прошлого кода начали а то и и раньше коррекции ну вот это была наверное с этой я уже думал вообще не будет на рост идти ждали примерно 12 30 32 вот здесь тестирование и потом вниз ну как видимо нет в общем открытый интерес не особо ликвидность в норме дельта всю неделю на селлерах сброс покупок соответственно и дельта будет на продажах ну и ликвидность пока в норме уровень сопротивления все внимание на вот этот повторный диапазон ждем еще вот здесь каких-то сюрпризов на 56 половиной массив который удержали на поддержку 29 с половиной по 33 вот ну сам факт того что при сбросе покупок дисбаланс шортов не вызвал коррекционного движения даже до 40 35 уже говорит о том что там какие-то байеры поддерживают котировочку ну баланс в спросе вложений поэтому может коварный быть маневр на сброс стопов если все-таки планируется шорт не спешим ну выброса большого перед ярким пробитием в понедельник не произошло вполне может быть коварная сброска стопов и как байеров а потом на рост пробивать пойдут либо же наоборот селлеров пойдут пробовать на 1200 ну посмотрим как там будет болтаться валюта доллары и нефть ну вот такая вот активность спасибо на сегодня все 3 апреля приходите на открытый вебинар будет интересным полезным буду вести я и как обычно тема будет новая на открытых вебинарах стараемся не повторяться по темам если интересны какие то темы можете даже писать под видео какие бы хотелось рассмотреть хороших выходных в полном уже разгаре весна и это хорошо до следующей пятницы всего хорошего попутного тренда берегите себя до свидания пока